Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня я покажу средства для ухода за телом, которые у меня недавно закончились. Начнем с гели для душа. Эти гели для душа от Шоку Буцу. Были у меня в двух ароматах. Здесь 220 мл. Стоили они, по-моему, меньше 100 рублей. Обычные гели для душа, хорошо пенятся, но единственное, что мне не понравилось, это аромат, который к концу использования начинал уже надоедать. Поэтому покупать их больше не буду. Но для кого это важно, здесь 99% очищающих ингредиентов растительные. Вот такое средство у меня закончилось от Бюбхен для купания младенцев. Тоже не содержит СЛС, для кого это важно. В принципе, можно использовать как гель для душа, как шампуни, как пену для ванны. Единственное, что мне не нравится, нет дозатора с помпой, поэтому сейчас покупаю средства от Джонсон и Джонсон. Вот такой скраб у меня закончился от Desert Essence с сайта iHerb. Здесь содержатся масло ши, зеленый чай и груша. Скраб этот на основе геля для душа с частичками пемзы. Единственная проблема, которая возникает при использовании этого скраба, что эти частички пемзы собираются вот здесь внизу, когда вы храните его вертикально. И нужно его постоянно взбалтывать. Так как я забывала периодически это делать, то к концу использования скрабящих частичек не остается. Остается один гель для душа. Пенится он не очень хорошо, поэтому покупать его больше не буду. Еще два продукта с сайта iHerb у меня закончились. Здесь это жидкое мыло и лосьон для рук и тела от Hugo Naturals с ароматом ванили и мяты. Хотя здесь написано, что мыло не сушит кожу. На самом деле кожу одну сушила, но я его использовала до конца. А лосьон написано, что супер увлажняющий. На самом деле не очень увлажняющий, хотя быстро впитывается. Но к концу использования он просто-напросто засох, и даже я не смогла до конца его использовать. Хотя он у меня простоял меньше того срока хранения, который здесь написан. Здесь написано, что можно использовать его в течение 12 месяцев. Он засох у меня гораздо раньше. Поэтому со средствами от Hugo Naturals больше экспериментировать не буду. Еще два скраба у меня закончились от Organic People. Натуральные, опять же, средства. Два вида у меня было обновляющих и антицеллюлитный скраб. Не понравились мне эти скрабы. Они на основе крема. И в этом креме очень мало и очень маленькие отщелушивающие частички. Покупать больше не буду, хотя они достаточно дешевые. Объем тут большой, 200 мл. Ну, не понравились мне эти средства. Вот такое средство, опять же, сайта iHerb от UBRI. Это sunscreen SPF, солнцезащитный крем. С ароматом тропических фруктов. Абсолютно не понравилось мне средство. Хотя у него много хороших отзывов. Оно у меня полное. Но я его выбрасываю, потому что пользоваться им абсолютно невозможно. Запах просто отвратительный. При нанесении на кожу это средство вообще не высыхает. Оно остается липким, жирным. В общем, сказать больше нечего. Зря потраченные деньги. Закончился у меня вот такой крем для лица, рук и тела от Nivea. Неплохой универсальный крем. Я использовала его в качестве крема для рук. Достаточно быстро он впитывается. Неплохая альтернатива крему от Nivea в синей баночке. Он более легкий, лучше распределяется, быстрее впитывается. Неплохой крем. Еще один продукт с сайта iHerb. Это увлажняющий лосьон от Giovanni с ароматом грейпфрута. Я купила маленькую баночку. Здесь 60 мл было. Не понравился мне ни запах, ни количество увлажнения, которое дает этот лосьон. Покупать не буду. Полноразмерную версию. Ну и последний продукт. Это скраб для ног от Шоу. Он тоже с пемзой. С фруктовыми кислотами. Неплохой продукт, но достаточно дорогой для того, что он делает. Я предпочитаю все-таки такой же продукт от Avon. Этот скраб наносится на сухую кожу ног, массируется и омертвевшие частички кожи должны отщелушиваться. Как я уже сказала, крем от Avon, скраб от Avon мне нравится гораздо больше, поэтому этот покупать больше не буду. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.